Все началось с моего похождения на рынок. Именно там у знакомого Grandfather я приобрел несколько цилиндриков из высокопрочной стали. Дедушка-продавец оказался совсем не партизан и поделился информацией. По его словам, сии цилиндрики ничто иное, как ролики от подшипника. Они, эти самые ролики, отлично подходят для инструмента, который крайне необходим любому самодельщику. Ну, я так считаю. Прежде всего, изготавливаю из латуни нечто вроде переходника. С обоих сторон на глубину 5 мм сверлю отверстие диаметром 2,5 мм. Кроме этого, опять же, с обоих сторон обтачиваю до диаметра 6 мм. И нарезаю резьбу М6. Получилась вот такая заготовка. Отмечу, что с одной из сторон, примерно до половины, было просверлено отверстие 3 мм. Отверстие необходимо для обеспечения возможности удобного и быстрого закручивания детали при помощи сверла, винта, ну или чего-либо аналогичного. Изготовлю корпус. Корпус, опять же, из латуни. Люблю, знаете, этот металл. Обрабатывается отлично, имеет неплохую прочность и замечательный внешний вид. В общем так, сверлю отверстие и нарезаю резьбу М6. Кстати, кстати, на днях пришли сверла, фрезы. Очень недурный инструмент, я вам скажу. Если кому нужно, ссылка в описании. Заходите, выбирайте, приобретайте. Не позволяет вести репортаж. Засунулся на белый листочек, под лампы видно будет холодно. Старый хрыч, ну ничего, старый хрыч борозды не испортит. В общем, получилась вот такая вещь. Собрав всю конструкцию в единое целое, протачиваю, зажав ее между центрами. Это позволит получить максимально возможно правильную геометрию. Также, для того, чтобы устройство не выскальзывало из рук, выполняю резцом насечку. Резца накатки у меня пока что нет, поэтому пришлось проявить смекалку конструкторскую. Затачиваю ролики прошибника. Затачиваю без отпуска металла. Не вижу смысла отпускать и затем перезакаливать металл. В данном случае вполне можно ограничиться простым охлаждением с помощью водицы животворящей. Впаиваю заточенные ролики в деталь с резьбой. Пайка особой нагрузки испытывать не будет, а посему такого рода крепежа будет вполне достаточно. Здесь цель одна. Исключить возможное выпадание иглы в процессе эксплуатации инструмента. Вот и все. В результате получился супер мега классный керн. Преимущество конструкции очевидно. В случае, если одна игла затупилась, а времени на ее заточку нет, поверьте, такое бывает. Ну или просто, допустим, неохота возиться. Можно достаточно быстро установить запасную иглу. Вот так. Смотрите продолжение в следующей части. Что я вас спрашиваю за кернер без чертилки? Сейчас ее изготовим очень быстро. В первую очередь, опять же, начинаю с корпуса. Корпус, по моей задумке, будет состоять из двух половинок. В одной половине нарезаю наружную резьбу, а во второй, соответственно, внутреннюю. Резьба М8, шаг стандартен. Конечно же, лучше было бы нарезать резьбу с более мелким шагом. Но, к большому сожалению, мой станок резьбу нарезать не умеет. К сожалению. Протачиваю деталь за одну установку. Сверлю кучу отверстий, протачиваю конус и так далее. Всевозможные размеры вам не привожу, ибо здесь все зависит от личных предпочтений конструктора, изобретателя, рационализатора. Произвожу свет-деталь, похожую по своей форме на пасту от пишущей шариковой ручки. Между прочим, всегда было интересно, откуда появилось слово паста. Ведь правильно называть стержень. Хотя, вероятнее всего, это какое-то народное название, которое появилось среди населения. Как считаете, зачем люди выдумывают своим названием вещам, уже имеющим свое имя? Вот мне всегда это было любопытно. Как думаете? Пишите свое мнение. Порассуждаем на эту тему вместе. Обязательно. Установив на стержень пружину, проверяю работу устройства. Работает неплохо, правда, заедает немножко. Но эта неприятность, я уверен, будет устранена после шлифовки и полировки. Так, КТ демонтируем. А то шубу спалим. Зачем? На зиму. Останешься лысый. В одной из половин корпуса фрезерую паз. Этот паз будет выполнять одновременно роль замка и роль спускового механизма. Механизм проверен мной уже на нескольких самоделках. Тот, кто давно на канале, знает. И сей механизм, могу утверждать, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. И просто, и надежно, и удобно. И одни преимущества в общем. Следующий этап изготовления прижимного винта. Нам потребуется стандартный винт М3, а также латунная стойка. У меня есть некоторый запас таких стоек, произведенных еще во времена СССР, когда колбаса стоила по 2,20. Такие стойки вплавлялись в пластик и служили надежным крепежом пластиковых элементов корпуса. Это вам не современные тех решения, при которых крепление осуществляется исключительно посредством длинной пластиковой стойки, и одноразового шурупа. Кто бы что ни говорил, но нужно признать, что при СССР подход к производству техники был абсолютно иным. Протачиваю головку винта до диаметра 4 мм. При этом, для того, чтобы исключить вероятность повреждения резьбы, наматываю на нее отрезок наждачной бумаги. В самой же стойке рассверливаю отверстия. Использую фрезу, дабы отверстие в конце не имело конусную форму, как в случае со сверлением обыкновенным сверлом. Полирую все элементы. Здесь классика жанра. Паста ГОИ и войлочный полировочный полировальный, то бишь круг. Собираю. Завинчиваю винт в гайку, на стержень ставлю пружину и последний устанавливаю в корпус. Затягиваю две половины корпуса пассатижами. Что бы не оставить вмятин и царапин, затяжку произвожу через плотную материю. Готово. Как вы можете заметить, рабочая игла может иметь два положения. Уверен, что эта опция пригодится. Например, в частности, при разметке с помощью линейки удобнее, когда игла более выдвинута. А при разметке с помощью какой-либо толстой планки, игла меньше выдвинута. Но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. В случае возникновения такой необходимости предусмотрена возможность жесткой фиксации стержня с иглой посредством контргайки. Разумеется, можно пользоваться метчиком. Можно пользоваться саморезом. А вообще, профессионалы и вовсе могут позволить себе использовать гвоздь сотку. Но мне подобное порядком надоело. Вот я и решил проблему. Нужно будет еще какой-нибудь кейс изготовить. Обязательно. Но это в следующий раз. Пока. Но посран. Субтитры сделал DimaTorzok